Час в час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. И я напоминаю, сегодня у нас 10 августа, вторник. Времена коронавируса, конечно, осложняют работу всех отраслей и всех сторон нашей жизни. Но есть люди, которые нуждаются в помощи больше, чем остальные. Это люди или незрячие, или слабовидящие. И, конечно, вот о том, насколько усложнилась, может быть, жизнь в эти ковидные времена для такого рода людей. И для тех, кто готовит собак-поводырей, и с какими сложностями приходится сталкиваться. Мы сегодня поговорим с кинологом центра Теодорс, Зайгой Клявини, который с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Насколько осложняется, да. Насколько осложнилась, например, жизнь, ваша работа, насколько с ковид, возможности, может быть, получения каких-то... Воспитания собак, например, да, занятия с ними. По Zoom уже не погуляешь, не научишь каким-то, ну, не то чтобы трюкам, навыкам. Да, конечно, по Zoom не погуляешь, хотя есть такая возможность тоже. Но, в принципе, что насчет обучения, то улицы открыты, и тут больших проблем нет. Если конкретно те собаки, которые уже работают, то, да, есть ограничения, что уже не так не пойдешь во все места. Да, ну, я скажу так, что все равно мы находим решение, и больше занятий проходит индивидуально на улице. И, ну, я так считаю, что особо нашу сферу это не очень затронуло. Ну, приятно слышать. Хотя, сложный лагерь, конечно, мы не провели из-за этого, но все остальное у нас идет по плану. Ну, например, если речь идет о каких-то редких породах собак, или там каких-то, ну, вот о том, что заводчики предоставляют там через границы перевозить, это не усложнилось? Ну, мы таким не занимаемся, но есть, насколько отвечаю на ваш вопрос, есть сертифицированные перевозчики, и это на них никак не сказывается. Заводчики могут связаться с ними и спокойно перевозить собак. А вообще имеет значение порода собак вот в плане воспитания ее в качестве поводыря? Да, конечно, мы используем в большинстве случаев лабрадоров-ретриверов, потому что это самая универсальная порода собак. И есть, конечно, единичные случаи и беспородных собак, золотистых ретриверов. И мы сейчас будем смотреть, как на эту работу подходит королевский пудель. Так что, ну, основная порода – это лабрадоры. Эксперименты какие-то проводятся сейчас с вами, да? Мы перед дачей приемную семью, конечно, смотрим щенков и тестируем их. И поэтому и родители, конечно, тоже, чтобы мы были максимально уверены, что эта собака будет, ну, годна для нашей работы. Скажите, а вот если мы говорим про COVID, про вот все ограничения, как собаки, вот, скажем, не зря человек может не видеть, ну, что магазины закрыты, он не может прочитать эту информацию, может быть, только услышать. А собака понимает, например, вот, что может быть ограничение, если человек ходит все время в большой торговый центр закупаться, ну, раз в неделю, и вдруг закрывается этот центр, поскольку были ограничения. Вот как в этом случае ведут себя собаки? Они ведут его по старому маршруту, или они могут понять, с ними можно договориться? Да, если двери закрыты, конечно, собака останавливается, и тогда уже надежда на тех, которые прожжут, ну, которые находятся рядом, чтобы подсказали, что магазин закрыт. Конечно, собак мы еще читать не научили, на ближайшем будущем это тоже вряд ли, но, да, собаки тоже приспосабливаются, и если какой-то маршрут меняется, то учат новый маршрут, мы помогаем в этом, и, ну, да. Хватает ли, в принципе, в Латвии таких собак-поводырей, нет ли некого, с позволения сказать, дефицита? Ну, собак не хватает, нужны для нашей страны примерно около ста собак-поводырей, еще, наверное, около пяти-десяти собак-ассистентов для людей с ограниченными возможностями. На данный момент работают 15 собак-поводырей и одна собака-ассистент. То есть очень много не хватает, получается, собак. Ну, явно сложности не в том, что самих собак не хватает как таковых, а наверняка денег на их воспитание. Это же государственная программа. Нет, это все время была как бы волонтерская работа, и работали на пожертвования, и вот сейчас последний проект, есть какой-то участие государства, но это все равно капля в море, потому что людей действительно много, которые хотят. И те собаки, которые сейчас работают, они уже в преклонном возрасте некоторые, и скоро придется менять. Поэтому не знаю, как будет дальнейшее, но будем надеяться, что будет какая-то поддержка с государством тоже, потому что на одни пожертвования, ну, это трудно, собрать такую сумму, чтобы подготовить собаку. Ну, наверняка вы и ваши коллеги обращались в соответственные органы, там, Министерство благосостояния, или что отвечают? Да, конечно. Мы регулярно обращаемся, пишем, у нас в этот год, как бы, положительные были, несколько эффективных встреч, и по итогам, которые у нас сейчас, ну, подготавливается пять собак. И будем надеяться, что так будет и впредь, потому что действительно людям не хватает таких помощников. Мы беседуем с Зайгой Клявиней, кинологом Центра Теодорс, и говорим о воспитании собак-поводырей, в том числе в ковидных условиях. Да, и вот вы уже упомянули о том, что стареют собаки. Вот действительно ведь невозможно подгадать, получается так, что жизнь человека и жизнь собаки, или может человек уйти раньше из жизни, и остаётся собака, или, например, ну, собака умирает, и человеку нужен новый помощник. Вот что происходит в этом случае, если, например, умирает хозяин, и остаётся собака, которая могла бы, ну, обученная собака, которая могла бы продолжить свою работу? Да, в нашей практике только один случай такой, слава богу, был, и собака была довольно молодая, около, не ошибаюсь, около трёх или четырёх лет. И тогда мы после курса рехабилитации собаки, потому что она была при хозяине, очень переживала всё это, видела. И, ну да, после такого буквально двухмесячного курса мы смогли собаку выдернуть с этого состояния, и подобрали нового хозяина, и собака успешно работала дальше. И, ну, наоборот, конечно, бывает больше, когда собака застаривает или какая-то болезнь. Недавно у нас хорошая собачка погибла от опухоли, тоже никто не подозревал даже. Да, и хозяин остался без собаки сейчас, ждёт новую собаку. И как много времени требуется на воспитание одной собаки? Ну, примерно около двух лет. Начиная с момента передачи щенка приёмной семьёй, и потом уже дальнейшее обучение. А есть ли какая-то практика пенсии для пожилых собак, например, которые уже действительно не могут исполнять свои функции, но достойно трудились? Да, если мы смотрим, у нас регулярно ветеринарный врач осматривает собак и делает проверку зрения также. И если мы видим, что собака уже не может хорошо исполнять свои обязанности, то мы ищем семью. Она также называется приёмная семья для таких собак. И в этом году у нас мы нашли прекрасную семью в ЦС, если недалеко от ЦС, если там сейчас живёт одна собачка по кличке Зана. И вторая собака у нас перед этим, но она осталась жить у самого человека с проблемами зрения, потому что там есть обстоятельства. И сейчас найдём, так что сейчас у одного человека две собаки, приёмная семья, да, заботится об этой новой собачке, которая на пенсии. Ну, это красиво. Сначала собака заботилась о человеке, потом он о ней. А скажите, пожалуйста, говоря о пожертвованиях, если у кого-то, мы очень надеемся, что появится желание помочь материально, как это можно сделать? Ну, самое простое – это через портал z.dot.lv, там есть наша, где можно пожертвовать. Наш проект называется «Сунцвайракадраукс», и это деньги на кормление работающих собак и тех, которые на пенсии, и на ветеринарное обслуживание. Это самый быстрый способ. Сунцвайракадраукс, да? Я. Как животное, которое сопровождает человека с проблемами, может ли оно заходить туда, куда обычных животных не запускают? Да, конечно, эти собаки допускаются там, где идёт их хозяин. И, да, в принципе, больших проблем с этим нет. Иногда возникают проблемы, если мы где-то в другом городе даём собачку, где ещё раньше не было, то в некоторых местах ещё люди, ну, как бы не видели никогда, что собака заходит, например, в магазин или в аптеку, или в какое-то культурное учреждение. И тогда, да, могут быть вопросы, но мы объясняем, и, как правило, уже на второй раз вообще нет никаких проблем. То есть вы не сталкивались с тем, что пытались не пустить куда-то там в магазин, торговые центры или ресторан? То есть все… Ну, сталкивались, но я не хочу акцентировать внимание на какой-то единичный случай. Это, ну, неправильно, потому что если люди, ну, не знали им и рассказали, и потом всё нормально, то будем на позитиве оставаться. Так вот для этого мы как раз и рассказываем, для этого как раз и рассказываем, что, да, вот есть такие собаки, обратите внимание, смотрите, как здорово они трудятся. Это специальные собаки, им нужно туда заходить, не надо им мешать, не надо возмущаться, что это такое в магазин с собаками, да, вот это всё в порядке, вещей так и должно быть. Да, на большинстве случаев так и есть, что нет проблем. Люди, озвучивая не только там охрана и кассе, стараются помочь чем-то, если где-то что надо. Или, например, в зале, если человек оденит с собакой, то тоже подходит и спрашивает, чем помочь, потому что она собакой не прочитает, а где продукты. Если часто ходить в тот же магазин, конечно, собака учится, можно сказать, и хлеб, и молоко она найдёт, но, конечно, лучше человеку другого никто не поможет. Что касается, возвращаясь всё время к ковиду, насколько здесь собаки понимают или могут хозяина провести, может быть, по каким-то маршрутам, по каким-то ситуациях, когда нужно заходить в помещение, понимают ли они, что хозяин, если надевает маску, не пугаются ли они, что какие-то непонятные манипуляции? Ну, нет, насчёт масок и таких нет проблем, потому что собаки у нас отобраны такие, что они могут справляться с очень сложными заданиями. Да, есть дополнительные, может быть, такие условия, что много лет сейчас натянута, где можно найти, где нет, но собаки тоже могу рассказать. Например, в Лепой был случай, что хозяйка заходила в магазин, даже где-то с прауночкой, которая побежала вперёд, и человек не видит, что там, например, посредине лента, и собака просто своим телом преградила путь, чтобы не упасть, потому что мночка-то видит, она всё обходит, побежала куда-то вперёд, что собака как бы, ну, преградила своим телом, чтобы хозяйка не упала, да, это был такой очень яркий пример, как собаки работают. Какие, да, умнички эти собаки всё-таки. Да, ну и действительно, как сочетать, вот найти в собаке нужного человека, вот есть ли какая-то всё-таки сочетаемость, потому что иногда ведь, когда человек ищет, ну, приходит, например, в приют, выбирает собаку, вот есть люди, которые смотрят, вот собака подбежала, и это действительно действует, ну, наверное, человек именно выбирает именно эту собаку. Вот как подбираются, собака находит своего хозяина здесь, вот? Да, у нас, когда мы обучаем собак, у нас есть как бы портрет каждой собаки, немножко мы уже тоже представляем, какого типа человек подходил к ней, также мы встречаемся с потенциальными кандидатами, тоже составляем какой-то совместный портрет, и, ну, самое главное, Зино, это собака, мы тогда примерно несколько людей берём, ну, осматривая перед этим, где они живут, какой у них там, ну, распорядок дня и так далее, и пытаемся, ну, даём такую пробу, и смотрим, с кем собака, как бы, лучше себя чувствует, с кем она, ну, с удовольствием идёт, и тогда уже поэтому мы распределяем собак. Ну, можно так сказать, что собака сама выбирает себе будущего хозяина, потому что это очень важно, у них должно быть совместное сотрудничество, на очень высоком уровне, если, например, собаке не очень нравится этот человек, то могут быть проблемы. Ну вот, интересно. Крестные нюансы, да. Спасибо, спасибо, огромное спасибо Зайге Клявине, мы говорим кинологу Центра Теодорс, беседа шла о воспитании собак ПВД-рей, конечно же, их не хватает, и если есть возможность помочь, то вот, пожалуйста, на портале Зайдут ЛВ, Сунс, Вайра, Кадраукс, есть такой раздел, там можно перечислить деньги на воспитание таких замечательных собак ПВД-рей и собак-ассистентов. Зайга, огромное спасибо, удачи, успехов в работе. Спасибо. У нас небольшая пауза, после которой мы вернемся в эфир, поговорим, продолжим тему образования, но уже не животных, а людей.